Вот мы приехали в Гатчино. Гатчинский творец. Вотчина Павла Александра Третьего и Евгения Александровича. Мы сейчас спускаемся в подземный ход. Этого делать нельзя. В 18 веке все было безопасно. Сейчас у нас все посвящено, и нельзя трогать всех. Друзья мои, и вот там в конце в пещерке живет вот эта нимфа. Сейчас мы ее поспрашиваем. Сначала у нее спросим, думали ли она. Спросим так, только не очень громко и трудно. Эхо, ты здесь? Давайте. Три-четыре. Эхо, ты здесь? А третьего надо. Давайте поздоровимся кратко, тоже вежливо. Скажем ей. Привет. 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 А теперь спросим, кто здесь правил? Кто здесь правил? Кто разбил французов? Кто разбил французов? Давайте мы у нее спросим то, что интересует нас. План здесь есть? План здесь есть? Вот мы в подземном переходе. Теперь идем обратно. Поднимаемся по парадной лестнице в Гачинском, дворце Павлова. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 А машинка не «Зингер»? Зингер. Какая мердерская. Трофея Александра Третьего. Это зубр, да? Визуан. 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 Постаратова. Постаратова. Визуанна. Это стома. Здесь комнаты, наверное, заносили виду, а здесь нет. Вот тут столовая рабочая комната, то есть стоп. Поехали, на которой не было. Ответ. Продолжение следует... А теперь нам туда идти, да? Здесь вот играли в шахматы, наверное, читали книги, фотопараз. А, это кабинет его, это тоже его кабинет. А, это туалет. Распальня дочери Ксении. Вот мандир Павла. Мы вошли в парк при дворце Павла. Вот здесь схема музея-заповедника Гатчина. Мандир Павла. Вот здесь пойдут в крафту, приводят в порядок. Евгений Александрович, как вам парк? Пока только зафиги. Вот осматриваемся. Бедновато, да, по сравнению с Екатерининским? Маловато королевцев, развернуться не надо. Так, там вот пруд виден, мост. Лидопруда, вот каменный мост. Там еще вдалеке мост виден. Так, там какая-то беседка. Видно. Одна испугалась, не подошла. Одна испугалась. это карбин пруд павел запустил сюда 48 карпов их кормили по звоночку во время революции эта традиция прервалась и только в 2017 году запустили карпов в этот пруд и подкармливают их кг на 5 потянет О, смотри, вот они прямо на поверхность поднимают, вон они, видела? Не видела, смотри. Ой, какая огромная рыба! Ужас! Теперь, с противоположной стороны моста, этот пруд, пруд очень большой. Вот там стоит какая-то беседка, говорят, это остров любви. Вот такой парк. Как вам рыбка, Евгений Александрович? Я вчера с удочкой приеду.